Бог гордым противится отмирить гордости отмирения. Под слово гордость сегодня подгоняем друг друга очень свободным. Как это не стал слушать? Гордый. А вот нужно посмотреть, что об этом говорит Слово Божие. Я для себя вывел понятие о гордости такое, непокорность Слову Божию. Вот и все. И везде проявляется именно она в этом, не человеку. Если смотреть, кто говорил о гордости, а мы сейчас немного посмотрим, пророки, апостолы. А как они поступали, то по меркам мира они все были очень гордые. И Давыд, и первые люди. Слово гордость в Библии встречается 141 раз. А смиренный мою благодать, а смирение 50. Что-то в этих цифрах есть, мне не дано, и никто ими не занимается. А они что-то означают. Может это для того показано, что гордость преобладает над смирением, и все время у нас есть поприще, место борьбы, полигон работы нашей. Смирение так трудно показывать, когда у тебя что-то есть. Когда нет смирения, не смиряемся, а когда есть. Для чего же я буду перед ней смирять, когда она знает меньше меня, она позже меня пришла. А вот тут-то как раз и показать. Как показать? Что я не свое тебе говорю, а Божье. Есть вопросы, которые сегодня никто не разрешил. Происхождение гордости. От дьявола. А дьявол-то откуда взял ее? Чего ему там не хватало? Уходят люди из общины. Почему? Плохой я, плохой батюшка, епископ. Пошли до нас в соединение. Причин много разных. Что нашел дьявол на небе у Бога? Никто не знает. И ни один святой отец не может объяснить происхождение гордости. А что он пал от гордости, есть только легкий намек. Когда апостол Павел говорит, что из молодых, недавно обращенных из мира, мужского пола людей, не ставьте скоров при святерах, дабы они не подверглись падению и гордости, и вместе с дьяволом не были осуждены. И Златоуст говорил, вот косвенно показывается, из-за чего пал дьявол, из-за гордости. Когда чего нет, его поставят до 30 лет. Ну подали к священнику, а кто ты такой? Я батюшка. Вот здесь самое настоящее происхождение гордости. Прямо от дьявола, без перекладных. Значит, где она? В первую очередь в священстве и в молодых. Это определенное и точно указано в Писании. До 30-летнего возраста, или недавно пришедшие из мира. Вот здесь в чистом виде, без всяких примесей, гордости, он никого не хочет слышать. Хотите убедиться в этом, пойдите в любой храм. Вот прошлое воскресенье мы были в Покровском соборе на прощенное воскресенье. И их воспитанники ведут себя точно так же, они ничего не слышат. Они не замолкают, когда говорят, так говорит Господь Бог. О, они хватаются за камни, проломить голову, изгнать, оклеветать. Книга Левит, 29 глава, 16 стих. Господь говорит, сломлю гордое упорство ваше. А как? А есть вам не дам. Небо, как железо, и землю вашу, как медную. И вот жубы-то ваши я прощищу. И гордыню вашу сломлю. Так, вы изучили разные агрономические способы. Все-то вы хорошо знаете. И уже готовитесь, какие семена, когда помидоры посеять. Я ничего вам не дам. Все ржавщину съест. От колорадского жука маленького не отобьетесь. Вот гордыню-то вашу сломлю. А ты только начала делать. Благослови Господи. Господи, я не знаю, как это все зарождается. И всюду чудо Твое. Оставь семена, помолись. Да может быть и водой покропить надо. Благослови дивного Бога, дающего земле плодоносность по сегодняшний день. И свет за зимой придет весна. А если изменение климатических условий, как говорят метеорологи, ничего этого не будет. Писание говорит так. И так будет до кончины века. Зима, лето, ночь, день. Бог это назначил. Они пугали. Такое потепление. Раз. И эти, кто пророчитал потепление, все спрятались. Почему? Завалило, говорит, снегом сразу. И опять гадает откуда. Да не надо гадать, надо работать. Расчищать ужас. Вот и все. Не гордитесь. Это все по гордыне Бог дает изменения по температуре. Изменения климатические. Чтобы не гордились. Вы ничего не знаете. Об этом уже показано. Все газеты пропечатались. И как города и континенты начнут затоплять. Оказывается, не затоплять, а засыпать будет снегом. А где эти предсказания? Они все попрятались. Книга, суди. Седьмая глава, второй стих. Люди идут на войну. Все подготовлено. Академии работали. Получили генеральские звания. А гордыня-то сколько? 9 мая, посмотрите. Мы победили. За одного врага по 6 человек положили на фронте, и мы победили. Трупами завалили. Это-то сегодня уже открыто. Это понятно. И когда пошли на войну, 32 тысячи солдат. Да 32 тысячи. А у врага 300 тысяч. Все равно военное искусство покажет себя. Господь говорит, вы все это припишете себе. И он их отмолотил там у ручья, а осталось 300 человек. Да 300-то человек. Ведь они нас даже не заметят, раздавят. Вот тогда вам победы никакой нет. Интересно, победа Едиона вошла в историю израильского народа и во всем мире. Меч Господа Едион. Это как молитва может считать. Дьявол появится. Привидение какое. А ты говоришь, меч Господа Едион. Он сразу отступит. Мы еще такую молитву не изучали. И Господь говорит Едиону, ты идешь против Мадеонетян, но чтобы не возгордился предо мною. Он заботится о победе, а Бог заботится о поражении самого Едиона. Куда мы идем, у Бога-то другая о нас забота. Ты не гордись, слушай, что тебе говорят, какую победу. Ты говоришь, я болею, меня положат в больницу. Теперь вооружись. Доброй мыслью. Господь посылает меня туда, куда я так не пошел бы. Вооружись. Я, например, хочу поставить. Недавно лежала Надежда Васильевна. Я ее сумками туда носил. И другие книги. И она не издавала, а продавала. Говорила, и библиотечку организовала в больнице. Вот и вот. Пошел, поехал в командировку, запасись. Рюкзачок с собой возьми. Очень лишь облегченно живут. Ни одной книжки не могу отдать. У меня рука болит. А ты на спину повесь. Понимаешь, что ты не гордись, а бойся. Ты смирение покажи. Это может быть последний шанс тебе показать плоды своей деятельности во Христе. Ты для того в командировку едешь далеко, чтобы там кому-то засвидетельствовать. Где-то посеять. Ты уехал, а семя начинает прорастать. Вот у нас, я говорю, был журналист, который до всего заходил. Сейчас просит тебе книги. Уже все на столе стоит ящик. По неделю отправляем. Притом книги наши идут куда? Во все газеты, в которой был щит, имеешь лечебные письма, видео направляют. Зацепочка маленькая есть, пусть какой-то будет ущерб. Больше жертвуйте, мы с тарелкой не ходим. И взяли у нас сейчас кассу, все идет на книге на рассылку. И это очень сильное благовестие. Не гордись, а бойся. Покажи свое смирение. Праздник говорит, а что я буду есть завтра, а ты смиряйся. Не гордись, надейся на Бога. Победу он окажет. Третья книга. Царств 1.5. Адония, сын царя Давида, возгордился и говорил, я буду царем. И завел себе колесницы и всадников и 50 человек-скороходов, которые ходили и по стране возвещали. Царь больной, а буду я. Чем для Адонии кончилось? Родной брат его и убил. Соломон. Претензии кончились еще. Написано в Писании, возгордились. Не надо гордиться. Я вчера задумался. Я сегодня умру. А кто будет командовать моими книгами? Ну, в первую очередь, брат, который со мной живет через стенку. Он больше всего там. Те, которые участвовали, помогали печатать. Книгам дать ход. Книги издаются не на один день. Я был в Синодии, мне давали книги, которые изданы 30 лет назад. Люди идут в новое поколение, переизданий никакого нет. Тем более, книги божественные. Ничего менять не надо. Они остаются не на один день. С таким прицелом и написаны. Надо обдумать. И не гордиться. Не бить, а кто тут будет главный. Все мы перед Богом должны быть смиренны. Главное над нами Бог. Четвертая книга. Царь. 14.10. Такой царь Амасия однажды посылает к царю Иоанту. Говорит, выйди и повидаемся. Выйди, поговорим. У людей это есть. Чтоб не на людях нож казать. А он говорит, ты одержал победу над амонетянами. И над имьянами-то. И возгордился. Возгордилось сердце твое. Верещайся и сиди дома у себя. К чему тебе затевать ссору на свою беду? Он не послушался. Я уже испытал себя. Я победу одержал. Вышел. Вышел, потерпел поражение. Пошел в плен. 15 лет под столом полным. А когда вернулся, отпустили. Амнистия пришла. Рабы поднялись на него. Убежал в другое место защиты. А там нашли, убили. Привезли домой хоронить. Он его предупредил. Сиди. Спокойно. Надо ценить вот это время. Сильно не высоться. Мы нигде не выходим. Сейчас нас нигде не видно. Мы свое дело только делаем вместе. Только выходим на благовестие. Сидите спокойно. Работайте в одном направлении. В благовестие. Это последний наказ Христа. Говорят, последний наказ Христа, когда Он говорил, что будьте все едины, как мы едины с Овцом. Это не последний наказ. Последний наказ Христа был, когда Он уходил из земли, воскресший. И Он говорил, идите по всему миру и проповедуйте. И далее говорится, сидите, ждите обещанного Духа Святого. Вы же не знаете для чего. И будете мне свидетелями. А так главный, последний наказ, его надо выполнять. А тогда и будем все едины. А может и не будем никогда. Буду я ждать, когда будут едины. Я сегодня могу встать и пойти. А единство будет или нет, даме и неположенного обязанности всех людей объединить. А кто это делает, они совсем не в том направлении идут. Вторая параллель Паминон 26.16 Был добрый царь, трудился, Богу уводил и в нем. Но когда Господь отвел от него все беды, то он возгордился сильно. И сердце его надмилось. То есть не захотелось бы только царем, но и священником. Берет к отдельности священники. Царь, как же ему сказать? Сказали, царь, это не твое дело. Для этого Бог левицкое колено избрал. Да вы меня учить будете? Он приют, как разговаривает. И возгордился. И сразу пятнами пошло лицо. И проказы ему, наверное, попрылся. Проказом медленно появляется. Пятнышко, какие-то признаки. Волос начинает выпадать. А это явно было чудо Божие. Возгордился. И царем не стал. Все сразу отстранили. Прокаженный, как может царствовать? Да мало того, что с ними поступили, как даже с прокаженным не выгнали за город, а сидел в городе в отдельном доме. Бог отнял в пророчество духа от всей страны Израиля. Вот как? Не гордись. Твоя гордость, может быть, лишает людей духовно развиваться. Ты скажи, да будет воля Господней. Вот пример у Озии показывает. Вторая параллель по Минону 32.25. О добром царе Иезеке. Один из лучших царей. Когда Господь поразил 185 тысяч астериян под городом, благодарности конца не было. Но не воздал Богу должное счастье. И возгорделось сердце его. И далее Бог нагнал опять беду. Победа уже была одержана. Смотрите, как гордятся. Да ведь во время этой перестройки Германия-то завалила нашу страну разными посылками, благотворительной помощью. Это побежденные, дают победителям. Ну неужели непонятно, что мы оказались в хвосте, а не в голове. Иов 9.13. Перед ним падут поборники гордыни. Перед кем? Перед ним мы можем, конечно, относить все это к Богу. Господь иногда посылает таких правителей, которые все смиряют. Мне много приходилось считать литературы про старые времена. И вот везде показывают, как у себя священство надменно и гордо. Я грешным делом думаю, что революция в первую очередь нужна была для церкви. Смирить эту гордыню церковную. Эти монастыри, как себя они вели. Притом пишут не какие-то атеисты-писатели, а верующие, как Достоевский, Лесков. Как вели себя священники? Недостойно, превозносились. А Слово Божие вообще никакой роли не играло. И Бог это допустил. Первый удар пришелся, конечно, под церкви. И о церкви сказал руководитель революции. Как можно больше расстрелять, с большей беспощадностью. Именно о них сказал, не о крестьянах. Книга Исфирь, 4 глава, 17 стих. Обвиняли одного человека, Мардахея, что ты гордый, ты не хочешь поклониться Аману. А он в молитве своей говорит, я гнушаю знаков гордости. Это племянница его сказала. И он также, не потому что я гордый, Господи. Но ты создал одному тебе поклоняться. И она, будучи увенчана царским венцом, говорит, я гнушаюсь эти знаки гордости носить на себе. Смотришь, как украшены цари, которые канонизированы. Неужели они этого не понимали? Народа не знали. Да если бы вышла цариса с Евангелем в руках, да раз, другой, да показало, что люди, без Бога мы потеряем царство. Мы будем разъединены навсегда. Хотя бы те слова, которые Иоанн Кронштадтский сказал, что в лесу будет послан бишь, в лесу дурных правителей, за то, что не проповедуем Евангелие. Но никто этого не сказал. Гордость искали где угодно. Обвиняли друг друга. Но не сказали, что гордость в каждом сидит, когда мы перед Богом не склоняемся. Изучали науки, факультеты, университеты. А Библия никакого места не занимала. Не просто не занимала, а гонялись за ней и уничтожали ее. Книга Иова 33, 17. И когда к человеку подходит гордость, он никого не слушает, Бог посылает сон ему, чтобы отвести от гордости. Во сне кто-то за нами гонится, падаешь, начинается какая-то война, и такой ты растерян, и встаешь, и не веришь. И просыпаешься, и говорит, и не может надеяться, что этого нет ничего. Иов 35, 12. Бог не отвечает людям по гордости их. Почему, говорит, я молюсь, а Бог не отвечает? Вот, прими, мы уже нашли ответ какой-то, по гордости не гордеть. Бог желает, чтобы полностью отверглись самих себя. Да будет воля твоя. Твоя, а вожжи Татьяне на свою сторону, как юноша один, на развилке, и там живет девушка, и здесь. Выберу ту, потому что кто ее знает, куда лошадь повернет. А лошадь не туда поворачивается. Вот он маленько вожжет ее на свою сторону, говорит, потянул, и говорит, да будет воля твоя. Если же ты Богу доверился, ты ничего не должен делать. Ты должен только молиться, потому что это выбор. Псалом 9, 23. Быду было очень известно, это как возгордился его тесть, гнал его по гордости своей, нечестивый, преследует бедного. Ну и что? Да уловятся они ухищрениями, которые вымышляют. Вот и ответ. Вот сейчас война идет в Чечне. Все это по гордости. А по смирению, в первую очередь, нужно было принести покаяние перед этим народом, который ни в чем не провинился, когда его завоевывали. Завоевывали его десятки лет. Об этом написано в литературе и везде. Шло на полное уничтожение народа. А сегодня без покаяния мы хотим показать, что мы смиренны. Никто нам не поверит. Псалом 39, 5. Блажен человек, который не обращается к гордым и к уклочняющимся ко лжи. Надо все-таки присматривать, а смиренный человек или гордый. Покоряю, гордый человек тебе отвечать не будет по слову Божию. Ты задаешь вопрос, он скажет, давай посмотрим, не помни. Если знает, то ответить. И ты от гордого старайся отклонять стопы свои. Псалом 72, 6 стих. Гордость, как ожерелье, обложила их. Вот выражения какие-то поэтические. Как ожерелье. С какой стороны не подойдешь, везде гордость. Псалом 85, 14. Боже, гордые восстали на меня. Ищут души моей. Они не уповаят на тебя. Допадут они перед тобою. А гордых постоянно молитва была. Псалом 105 стих. Гордого и надменного не потерплю. У Давыда стояла программа. Я, говорит, буду истреблять их с раннего утра. Как он мог их определять? А сам-то не гордый был. Сразу вопрос. Отсюда делаем вывод. Уже канонизированная эта книга. Действительно, он здесь поступал по знанию. Гордость он видел всюду. Гордые начальники. Когда переступают превышение на мощи своих. Даже статья такая есть. Тебе это не разрешено было. Почему ты сделал? А я думал. Ты смотри в устав, которые у тебя в руках. Салом 118, 51. Гордость. Да не господство это надо мной. А гордые крайне ругались надо мной. Ты эти слова можешь на молитве прочитать? Прочитал. А теперь припомни. А кто гордый и как он над тобою ругался? Я могу припомнить. Как они ругались надо мной. Вот в здании Краевого Суда выступали священники. Как они меня поносили. Что я ожидаю Мессию с запада. Они крайне ругались надо мной. Их никого нет уже в их. Бог все развел. И Бог это допускает, чтобы мою гордыню смирить. У Бога все это выверено. Я благодарен Богу. И теперь только должен молиться за тех, которые пострадали. Может. Ну так Бог допустил, чтобы через них я чему-то научился. Салом 118, 69. Гордость плетает на меня ложь. Значит выдумывают. Не просто так приходит ложь. Допустим у нас есть враг. Кто-то приходит и начинает говорить. Это за меня человек. А ты сразу останови его. Неправда. У меня было, когда на местном настоятелях, который против меня враждовал. И всюду и везде клеветы распускал. И стали говорить, что у него любовница и прочее. Я тут же сделал свое расследование. Нашел абсолютную стопроцентную ложь. А так как имел доступ к большим аудиториям. И везде стал об этом говорить. Это мгновенно стало ему известно. Наши отношения наладились. Это неправда. Неправда. Абсолютная неправда. Я доводы какие-то делал с названием имен. И не было ни одного человека, кто бы со мной спорил. Все поверили. А как же вы поверить могли такой лжи? Столом 118.76. Да будут постыжены горды. Значит если я гордый, буду постыжен в конце. Столом 139.9. Не дай успеха злым замыслом их. Иначе они возгордятся. Вот строили коммунизм. Это все по гордости. Не дай исполнения замыслом их. Я постоянно молился о крушении этого сатанинского режима. Я по жизни своей не думал, что я доживу до этого сладостного дня. О его крушении. Притча Соломона 11.2. Придет гордость, придет и посрамление. Сядь и задумайся. Посрамление не хочу. Посрамление тяжкое может быть. Начинает другого обвинять за кем-то, подглядывать, что-то смотришь. Пал в тот же самый грех. Вот кого судишь, чем, как правило, Бог тем же лекарством лечит. Вот смотрит, с кем остановился, с кем договорился, смотришь, пал в блуд. О чем ты судил, смотришь. Да у тебя откуда? Смотришь, на воровке уже попался. А попался, значит, уже через край повелось. Потому что, ну, многое людям-то неизвестно. Придет и посрамление. Притча Соломона 14.3. В устах глупого, без гордости. Вот о чем бы он ни говорил, и все знает, и наше положение сегодня такое, что нам легко было возгордеться. Да мы уйдем отсюда. Мы никуда не идем. Я считаю, это путь смирением. Мы ждем. Поехал наш отец Ахим сейчас на исповедь, в своем архиереи. Поговорили сколько. Только не гордитесь там. Скажи, что куда вы идете, этот предел гордыни. Она все время приезжая, епископ как бы упрекал ее и говорил слово в гордости, в гордости. А меня всегда это настораживало. А о чем? И проповедь никогда не менялась, а гордость. И впадает в такую гордыню, чтобы сам дьявол ошатнется. Притча 16-18. По гибели предшествует гордость. Притча 21-24. Гордость действует в пылу гордости. 29-29. Гордость человека унижает его. Матфея 7-25. Гордость, безумство, это исходит из сердца. Те оскверняют человека. 1 Петра 5-5. Бог гордым противец он повторяет. Поэтому нужно бодрствовать. И Римлянам 8-20. Не гордись, но бойся, чтобы не случилось чего хуже. 1 Коринфянам 13-4. Любовь не гордиться. Главное лекарство это любовь. С кем ты разговариваешь, что ты доказываешь. Любовь. А с какой целью ты ему говорил? В первую очередь для того, чтобы он истину знал. А ты думал его обратить? Это не на первом месте. Самое главное, чтобы сияла истина. А за кого ты? За нас или за вас? И показывать сверху. Я за истину. Вот что самое ценное. 1 Тимотея 3-6. Вот это и говорится о том, чтобы из молодых не стаяли, не возгордился. Говорят, ну это знамящее выражение горького. Человек это звучит гордо. Вот это он понял. Что в человеке главное это гордость. Человек это гордость. А почему? Потому что завистью дьявола в мир вошла смерть. А сегодня, скажем так, человек, тире, это звучит страшно. Потому что он без Бога. И в Откровении 13.5 говорится о высшей гордости, которая еще придет. И эта гордость откроется в устах одной личности. И будет он возносить хулы на Бога. И уста его будут говорить гордо и богохульно. Будем молиться о том, чтобы насколько возможно дальше отошла от нас гордость. И друг другу в гордости не упрекать, а смотреть за собой и постараться делом доказать, что нам понятно, что такое гордость. Ибо гордым никогда не устоять. Им не противится тот, кто спорит с ними, а написано, гордым Бог противится. Поэтому гордые все до одного будут поражены. Да не будет этого с нами. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok